Всех приветствую на своем канале о Стамбуле. Мечеть Джихангира, сына султана Сулеймана и Хюрем, находится в районе, который называется также Джихангир. Своё название он получил после строительства данной мечети. К мечети ведут колоритные улочки со старинными домиками. Сейчас это центр Стамбула и густонаселенный район города с высокими ценами на недвижимость. Но на момент строительства этот район только начинал заселяться. Кстати, совсем недалеко от этого места находится вероятная могила Ибрагима Паши. Несколько минут крутого подъема и мы уже у мечети. С нее открывается вид на весь Стамбул, поскольку она находится высоко на холме. Мечеть была построена по приказу султана Сулеймана в честь младшего сына Джихангира. Дата постройки, как указывает табличка, 1560 год, то есть через 7 лет после смерти самого Джихангира. И через 2 года после смерти Хюрем Султан. Ниже указана дата 1890 год. Это дата полного восстановления и реконструкции мечети, период правления султана Абдул-Хамида. Архитектором мечети был великий Мимар Синан, который построил множество султанских мечетей. И изначально мечеть была деревянной. И посмотрите, она совсем маленькая, совсем не похожа на другие огромные султанские комплексы. Почему султан Сулейман построил для младшего сына такую маленькую мечеть? Неужели он пожалел денег? Шейхзаде Джихангер родился в 1531 году. И он был единственным ребенком Хюрем, рожденным в браке с султаном Сулейманом. Еще в младенчестве у Джихангера были обнаружены проблемы с позвоночником. И по состоянию здоровья он никогда не претендовал на трон. Несмотря на это, султан Сулейман никогда не пренебрегал младшим сыном. И как и все шейхзаде, в 18 лет он был отправлен в Санджак. Это была провинция Алеппо, третья по величине в Османской империи. Джихангер был высокообразованным и начитанным юношей. Он увлекался философией, экономикой, а также писал стихи, как его отец, под псевдонимом Зарифи. В течение четырех лет правления Санджаком он значительно повысил его экономическое состояние. Изначально построенная деревянная мечеть была полностью разрушена землетрясениями и пятью крупными пожарами. Сохранились наброски рисунков, где можно увидеть, как изначально выглядела мечеть, построенная еще Синаном. А это уже перестроенная султаном Абдул-Азизом мечеть. И видно, что на тот момент она имела один минорет. Сейчас мечеть имеет два минорета, небольшой сад и кладбище. Но могила Джихангера находится не здесь, а совершенно в другом месте, и я его обязательно покажу в этом видео. Джихангер очень любил эту часть Стамбула, именно поэтому место для строительства было выбрано именно здесь. Фундамент был заложен на месте, где раньше стоял византийский храм святого Александра. К мечети вела лестница из ста ступенек с местами для отдыха. Поскольку подняться наверх, даже сильным мужчинам без остановки было очень тяжело. Почему же все-таки мечеть такая крошечная? Кроме явной причины о том, что Джихангер не претендовал на трон, есть и несколько других причин. Во-первых, это местность. Мечеть расположена на склоне, а это не предполагает строительство крупных сооружений. А второе, это то, что на момент строительства этот район был практически не заселен. Здесь были леса, а мечети строятся в зависимости от количества прихожан. Именно после строительства данной мечети этот район стал заселяться и развиваться. И получил название также Джихангир. Не зря молодой Шихзаде так любил этот район. Смотрите, какой невероятный вид сейчас открывается с этой мечети. Прямо перед нами сейчас азиатская часть Стамбула и пролив Босфор. Здесь отличная смотровая площадка и очень уютный небольшой парк для отдыха. Отсюда можно также увидеть дворец Топкопы. На другой стороне бухты Золотой Рог. Здесь нет толп туристов, как в других султанских мечетях. Здесь очень тихо, уютно. И если вы будете рядом, однозначно рекомендую это место для посещения. Вот еще в саду мы нашли вот такие вот кувшины. Сверху они покрыты какой-то сеткой, я думаю, чтобы внутрь не попадал мусор. А внизу вода. Возможно, это какие-то цистерны, которые использовались для хранения воды. Давайте посмотрим, как выглядит мечеть изнутри. Как умер Джиханкир и что было причиной его смерти. В 1553 году султан Сулейман отправился в поход на Иран. И вот здесь, в исторических источниках, начинают версии разниться. По одной из них султан Сулейман взял с собой поход и младшего сына Джиханкира. В тяжелой экспедиции здоровье сына начало резко ухудшаться. По второй версии, он не отправлялся в поход с отцом, а оставался в своем Санджаке Алеппо, где и умер 27 ноября 1553 года. То, что Шейзаде имел корп, это было только внешним эстетическим признаком проблемы. На самом деле, он испытывал просто невероятные боли в течение всей своей жизни. Чтобы снять боль, он принимал опиум. Передозировка опиума является одной из возможных причин его смерти. В сериале «Великолепный век» показано, как Шейзаде Джиханкир умирает от тоски после смерти его старшего брата Мустафы. Но историки эту версию считают маловероятной, поскольку братья имели большую разницу в возрасте и виделись они совсем редко. Мустафа уехал в свой Санджак со дворца Топкапы, когда Джиханкиру было всего два года. Мечеть состоит из двух залов. Первый зал я вам показала. Во второй зал дверь оказалась закрытой. Скорее всего, ее открывают только для намаза. Но между залами есть огромные окна, поэтому мне удалось заснять и внутреннее убранство основного зала тоже. Следующей вероятной причиной смерти Джиханкира является болезнь – чума или оспа. В венецианских источниках есть информация от посла, что молодой принц Джиханкир скончался от чумы. Но вне зависимости от причин его смерти, фактом является то, что его тело было отправлено в Стамбул и похороны были без присутствия султана Сулеймана, который решил не возвращаться во дворец Топкапы и не прерывать свой поход в Иран. Он провел зиму в Алеппо, потом отправился с войском на Иран и по возвращении 7 месяцев провел в Амасии. Таким образом, получается, практически 2 года султана Сулеймана не было в Стамбуле. После смерти Джиханкира здоровье Хюрем стало постепенно ухудшаться, и 15 апреля 1558 года она умерла. Считается, что именно Хюрем Султан попросила султана Сулеймана перед смертью возвести мечеть именно на этом месте в честь их младшего сына. У Джиханкира после смерти не осталось наследников, но в Санджаке у него была наложница, с которой у них были теплые отношения, которая поддерживала его, и главной задачей которой являлось следить за его здоровьем. Могила Шехзаде Джиханкира находится на территории комплекса Шехзаде, который был построен в честь старшего сына султана Сулеймана и Хюрем Мехмета, который умер так же, как и Джиханкир в 22 года. Сейчас вы видите мавзолей, который был построен архитектором Синаном для Шехзаде Мехмета. Этот мавзолей считается одним из самых богатых в Стамбуле. Внутри мавзолея находятся четыре гробницы. В центре гробница Шехзаде Мехмета, над которой возвышается трон, возведенный так же по приказу султана Сулеймана. С правой стороны могила Шехзаде Джиханкира. А также две женские могилы. Хюмашах султан, дочь Мехмета и одна неизвестная женская могила, скорее всего, это могила наложницы матери Хюмашах. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. У меня еще очень много интересных видео о Стамбуле. Продолжение следует...